Фараонова собака – это особая порода охотничьих собак, которая принадлежит к так называемому примитивному типу. На настоящий момент она пребывает под постоянным покровительством Великобритании. Первоначально животных выводили исключительно для охоты на мелкую дичь, к примеру, кролик. Фараонова собака – удовольствие недешевое. Ее щенки стоят по несколько тысяч долларов, но это никак не останавливает тех, кто, как и фараоны, любит все изящное, утонченное и самое лучшее. Даже на фото фараонова собака смотрится величественно и царственно, в жизни эти качества и грациозность. Верность хозяину и заметный собачий юм позволили ей занять достойное место в мире собак. Фараонова собака, как и предполагает ее происхождение, не лишена в своем характере некоторой властности. Собаки этой породы очень умны. Они часто обдумывают команды хозяина, согласны они с тем, что он велит или нет. Эту черту лучше иметь в виду при обучении питомца такой породы. В целом фараонова собака стремится принять свое собственное решение и легко может игнорировать команды хозяина, если они кажутся ей глупыми. Начиная с раннего детства, хозяин должен легко утверждаться в роли лидера, тогда эти собаки будут признавать его главным. Как борзая и другие собаки с превосходным нюхом, фараонова собака может легко убежать за запахом, который поймает ее чуткий нос. Поэтому свободно разгуливать без поводка и риска потеряться эти собаки могут только на хорошо огороженной территории. Эти собаки неплохо ладят с другими собаками, но мелким животным следует остерегаться этой породы, так как фараоновы собаки были выведены преследовать мелких грызунов, и делали это на протяжении нескольких тысяч лет. Никогда не доверяйте этим собакам в отношениях с кошками. Взрослая собака, которая выросла вместе с кошкой, вероятно, не доставит неприятностей, но молодая фараоновая собака, первые два года жизни может испытывать большое желание убить кошку. Собаки этой породы редко бывают агрессивными, а при хорошей социализации с раннего возраста можно положиться на то, что они будут очень примерно себя вести с другими собаками и только доминирующие кобели, все же способны их спровоцировать. Это активная, спортивная и проворная охотничья порода, которая также является преданным домашним животным. Он дружелюбен, игрив, общительен и нежен со своей семьей, хотя не столь демонстративный, как некоторые породы. Он отчужденный, но мирный с незнакомцами. Он любит детей. Он в хороших отношениях с другими псами и кошками, но преследует животных, которых рассматривает как добычу. Он быстрее не всегда отзывается, когда его зовут, поэтому нуждается во владельце с безопасным, огражденным двором или обязательстве держать его на поводке. Он может легко перепрыгнуть большинство заборов и часто склонен к рытию под ними. Представитель этой породы нуждается в стимулирующих ежедневных упражнениях и может быть довольно шумливым. Он наслаждается упражнениями на ловкость, повиновение и курсинге. Этот питомец лает много, потому что отвечает на отдаленные звуки, которые его владельцы обычно никогда не слышат. Это умные, игривые четвероногие друзья, которые иногда бывают вредными. Они любят внимание и сделают что угодно, чтобы понравиться их владельцам. И они краснеют, когда счастливы или взволнованы, что хозяева этой породы считают очень милым. Параоновые собаки сообразительны и довольно легко обучаются. Они учат новые команды достаточно быстро со средним темпом. Это очень грациозное аристократичное животное с гибким телом. Это порода среднего размера. Осанка ее величава, а силуэт утонченно-точенный. Голова длинная, клинообразная на длинной шее, с большими высоко стоящими ушами. Мочка носа большая, телесного или рыжего цвета. Глаза небольшие, янтарного цвета. Хвост толстый у основания и сильно суживающийся к концу, посажен на умеренной высоте. В возбужденном состоянии поднят высоко и загнут сырком. Шерсть короткая, прилегающая и блестящая, плотно прилегает к коже. Окрас рыжевато-коричневый разной насыщенности, от цвета загара до каштанового. Желателен белый кончик хвоста, также допускается на пальцах и груди белые отметины. Возможны белые отметины и на переносице, и в центре лба. Уход за практически голой фараоновой собакой очень прост. Ее даже не нужно расчесывать. Все, что требуется, это еженедельно протирать собаку жесткой пряпкой. Кроме того, им нравится, когда им делают массаж с помощью резиновой перчатки, кроме массажа на это процедура позволяет удалить отмершую шерсть. Также необходимо вовремя подрезать когти собаки. У фараоновой собаки когти темного цвета, поэтому, желательно, сначала правильно определить место обреза. Фараоновые собаки очень чистоплотные, их можно мыть не чаще, чем один раз в год. При этом лучше использовать максимально натуральные моющие средства, например, шампуни для детей или щенков. Эта порода собак достаточно чувствительна к химическим компонентам, которые способны вызвать у собаки как умеренную, так и тяжелую аллергическую реакцию. Содержание ушей фараоновой собаки в чистоте не составит труда, так как они имеют стоячие уши, которые хорошо проветриваются. В них, как правило, не скапливается сыра, и не заводятся клещи. Линяют собаки этой породы немного, но постоянно, сильнее весной и осенью, так, что к лету становится почти лысым. Собаки этой породы нуждаются в большом количестве физической нагрузки каждый день. Они могут чрезмерно лаять и стать очень беспокойными, если не получают достаточное количество упражнений ежедневно. Несмотря на то, что прогулки с собакой очень полезны, фараоновым собакам они недостаточно, им действительно нужно хорошо побегать, чтобы израсходовать энергию, заложенную в породе и соответственно быть счастливыми. Стоит иметь в виду, что каждая собака индивидуальна. Данное описание характерно для породы в целом и не всегда полностью совпадает с характеристиками конкретной собаки этой породы. Продолжение следует...